здравствуйте друзья с вами татьяна я рада всем кто заглянул на мой канал я хочу представить вашему вниманию вот такую вот шейную косынку которую я связала спицами платочной вязкой и зубчатым краем который называется пике и еще присутствует ажур сейчас мы посмотрим сделаем замеры взвесим и кому понравится можете вязать вместе со мной вот такой зубчатый край я еще вижу к нему берет и когда я свяжу комплект я покажу его на себе а сейчас сделаем замеры и взвесим и так и я сравню до стирки сколько она изменилась и так это где-то 49 сантиметров на 4 умножить это будет метр девяносто шесть до стирки было метр девяносто два теперь измерим самую широкую вот высоту косыночки вот так приложим 32 вот по центру 32 где-то 29 идет до ажура и потом ажур и пике я вот по пике мерила а так 29 до ажура высоту сантиметров и сейчас давайте еще вес измерим так вот я ставлю так надо чтобы не свечем вот так сейчас ноль появится вот нолик сейчас я ложу кладу то есть давайте видно чтобы 100 грамм я начинаю вязать шейный платок или как еще его называют бактус но необычный а зубчатым краем обычно его называют пике кто вяжет крючком всегда называют пике и так я выбрала две пряжи вязать можно из любого мохера или англоры но я вот выбрала такие первая ниточка у меня будет ангур ализе реал 40 100 грамм а 430 метров колор 365 состав 60 акрил 40 процентов шерсть стирать до 30 и спицы от двух с половиной до пятерочки так вторая ниточка очень красивый цвет то ли пыльная роза то ли пепельная роза 50 граммах 500 метров колор 161 состав 62 процента кит мохера и 38 поле амида вот такие две ниточки я соединю буду вязать сейчас бактус а затем берет берет я буду следующем видео озвучивать а сейчас приступим к вязанию бактуса с пике зубчатым краем на спицы номер 4 я набираю 6 петель 2 3 4 5 6 завяжу чтобы не убежала ниточка и так 4 ряда вяжем без прибавок и убавок просто лицевыми петлями первую сняла остальные все провязываю лицевыми петлями так и так вижу 4 я провязала 4 ряда и сейчас буду формировать пике и прибавлю одну петлю чтобы расширялся бактус но такую прибавку я сделаю один раз и так я провязала две петли вот так сделаю одну при бабочку повешаю маркер потому что пике будет у нас состоять из четырех петель неизменно что в прибавках что в убавках всегда четыре петли и два ряда это пятый ряд а следующий шестой сейчас покажу как все делать и так две петли мы провязываем вместе одной лицевой провязала теперь делаю накид и вот эти вот две петли я удваиваю провязываю из одной 2 за переднюю стеночку за заднюю провязала за переднюю стеночку за заднюю я удвоила теперь у меня 6 петель разворачиваю вязание и формирую пике первую снимаю сняла вторую провязываю и набрасываю первую петлю на вторую дальше опять одну петлю провязываю и набрасываю на вновь связанную все пике или зубчик готов и у меня опять на спицах 4 петли вот 34 и так будем вязать неизменно я провязала 6 рядов сейчас довяжу так этот маркет тяжелый вот у меня был была одна петелька провязана накид который будет нас расширять наш бактус но следующем пике когда будем делать я буду его вязать по-другому делать накид чтобы и будет уже две вот таких вот ажурных я провязала 4 ряда и сейчас буду формировать снова пике и вот когда мы формируем пике мы будем прибавлять по одной петли перед четырьмя которые идут на пике и так показываю первый сняла провязала и вот перед маркером перед четырьмя петлями я делаю просто накид вот так раз это и будет наша прибавка на расширение бактуса я думаю что здесь все понятно так теперь начинаем повязывать пике 2 петли вместе я провязываю одной за передней стеночки вот так провязала лицевой дальше делаю накид и из 2 петель я формирую 4 из каждой по 2 за переднюю стеночку за заднюю за переднюю стеночку провязала за заднюю все я удвоила набрала петли на пике формирую теперь пике 1 сняла вторую провязала и первую накидываю провязанную снова одну провязала и вот эту вот предыдущую накидываю на вновь провязала провязанную все мы сформировали зубчик и опять у меня на спицах 4 петли вот неизменно что в прибавках чтоб убавка дальше идет маркер можно кто может может без маркера но я показываю чтобы вы видели теперь идет петля накида при бабочка мы провязываем просто лицевой тоже и дальше вот мы закончили шестой ряд раппорт а и теперь повторяем все то же самое теперь будем вязать как вот последний 4 ряда вяжем просто лицевыми со всех сторон затем на пятом ряду делаем прибавку перед маркером и потом из четырех формируем пике а в шестом ряде все провязываем я думаю что всем понятно и так вяжем до середины кому какую середину надо я буду вязать 30 сантиметров высотой середочка чтобы косыночка моя подходит к концу и я хочу вам показать как я делаю сокращение вот сокращение у меня идет также как и прибавление в том ряду где формируют пике то есть в пятом и так на пике у нас неизменно идет 4 петли на сокращение я не довязываю 3 мне надо сократить две петли одну для убавления а вторую для ажура вот для этой дырочки итак первую петлю я снимаю а 2 провязываем вместе за переднюю стенку лицевой и сняту петлю я накидываю на провязанные сокращенные подтянула делаю накид теперь у меня идут петли пике или зубчика кто как скажет здесь я тоже две петли первые провязываем вместе одной лицевой делаю накид и теперь мне из каждой петельки надо сформировать 2 1 2 сделала 2 петли из этой также 1 петля и видите вот у нас как бы восьмерка до перекрещенные и за заднюю стеночку я вторую провязываю я сформировала первый ряд пике делаем второй ряд снимаю первую петлю вторую провязываю лицевой и снятую набрасываю на провязанную теперь мне же еще одну надо сократить я снова провязываю петельку и набрасываю вот эту предыдущую на провязанную все пике наша сформировалась идти такой зубчик и у меня опять до маркера 4 петли вот 2 3 и 4 все вот зубчик готов теперь я продолжаю этот ряд этот ряд 6 был всего 6 немножко подтяну вытянулся раппорт узора я закончила и теперь раппорт узора начинается по новой то есть провязываю 4 ряда 4 ряда провязываю на пятом ряду начинаю сокращение и пике я подхожу к концу видите у меня все совпадает идет совпадение вы тоже прикладывайте и смотрите чтобы все совпадало сейчас мне пост осталось связать последние пике но на спицах у меня осталось 7 петель я сейчас одну петельку просто сокращу вот вы тоже прикладывайте смотрите вот когда на спицах остается 7 петель я делаю так первую вот первую сняла вторую сняла третью провязала и вот эту предыдущую петельку набрасываю на нее и смотреть видите у меня на спицах 6 петель осталось теперь я делаю последний пике вот провязала 2 вместе накид и из каждой петли я провязываю 2 из этой тоже 2 разворачиваю и вот так так же все провязываю 6 петель сейчас мы провяжем еще три ряда а на 4 закроем и наша косыночка готова вот видите вот последние все осталось вот провязать 3 ряда на 4 закрытия но я с вами прощаюсь кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал я всем очень рада всем пока до новых встреч